Доброе утро, Хакаси! И начало этой среды с вами встретим мы, Ксения Уэрбер и Андрей Кобзай. Ну что, наливайте себе чай и кофе, собирайтесь на работу, а мы начинаем! Вот уже 22 декабря, 9 дней всего до Нового года. Я еще даже подарки-то не всем купила! А вот это, Ксюша, ты зря, нужно поторапливаться. А вот, что бы ты себе хотела в подарок на Новый год? Ну не знаю, наверное, что-нибудь вот как на этом видео. Короче, покупаешь сковороду, засовываешь туда бабло или телефон, кольцо, бижутерию, свинью, трусы, часы. Все, что угодно, что ты там хочешь задарить. И красиво упаковываешь так, чтобы было видно, что это сковорода. Приходишь на праздник со сковородой. Чувак будет очень рад в сковороде. Пока не откроет и не поймет, в чем тут фишка. Хитро все придумано, хитро. Сковородка и в хозяйстве пригодится. Ну и если ты меня вдруг достанешь, она тоже очень пригодится. Ладно, шучу, шучу, все. Кстати, подарки сегодня следует дарить энергетикам, потому что сегодня их праздник. Коста-Рика стала первой страной в мире, которая полностью перешла на зеленую энергетику. Все она добывается из природных источников. Это ветряная, солнечная и геотермальная энергия. Среди других праздников сегодня день российского хоккея. Так что всех спортсменов с клюшкой и шайбой, ну или мячом, поздравляем. Саяны Хакасия вперед. А я, кстати, видео одно как раз по теме нашла. Там такой вратарь, ну очень продуктивный, ни один гол не пропустит. Да, он просто уснул в воротах. Все ребята играют, а у него по графику тихий час, ну извините, да. Ну, главное дело, что никто гол забить не сможет, просто потому что он полностью перекрыл с собой ворота. Да, ну а в наш утренний эфир врывается рубрика «5 фактов». И сегодня мы поговорим о копилке. Смотрим. История о копилке очень древняя. Ее впервые начали использовать в Древнем Китае в 17 веке. Особенность этой емкости была в том, что она запиралась, а сам собирающий не имел возможности добраться до денег. Чтобы все было по-честному, на ней выводили надпись, для какого благового дела нужны деньги. Копилки могут быть предназначены для одноразового и многоразового использования. Первые не имеют отверстия для выемки денег, и после наполнения их разбивают. Поэтому они чаще всего изготавливаются из керамики, гипса или фарфора. Многоразовые копилки могут быть сделаны из различных материалов – стекла, дерева, металла, пластика – иметь разнообразную форму. Начиная от прозрачной коробочки и заканчивая макетом сейфа. Копилка при странных обстоятельствах стала именно свиньей. В средние века домашнюю посуду в Англии делали из дешевой рыжей глины пук. Длинные горшки «пук джарс» использованы в том числе для хранения соли и мелких монет. Когда глина вышла из потребления, значение слова «пук» забылось. Дешевый глиняный горшок трансформировался в горшок свинью. Свинья-копилка достаточно противоречивый рекламный символ. Например, многие английские банки отказались от ее использования в акциях. А все потому, что устоявшийся символ экономии оскорблял чувства клиентов-мусульман. А вот в Германии свинья-копилка символизирует благополучие, в основе которого лежит бережливость. В немецком языке есть выражение «свиньячье счастье». Его употребляют исключительно в хорошем смысле. В наше время существует интересная копилка самоубийца. Не получив в положенное время новую порцию денег, кубышка распадается на части. Но взорванную копилку можно собрать и использовать снова. Продавцы уверяют, что сувенир приучает к дисциплине и позволяет быстрее собрать нужную сумму. По народному календарю сегодня Анна Темная. И такое название праздник получил, потому что именно с него начинаются самые темные ночи в году. Беременные оберегали себя от любых домашних дел и не выходили из дома. Для них этот день считался самым опасным в году. Ведь если беременная будет рукодельной, то считалось, что ребенок запутается в пуповине. А если она выйдет на улицу и встретит человека с увечем, то оно должно было почему-то передаться малышу. Ой, жуть какая-то. Но перейдем к положительной стороне праздника. Все-таки с этого дня началась подготовка к Новому году и Рождеству. Люди наводят порядки дома, закупают продукты, набирают подарки для близких и друзей. Ну а по приметам сегодня следует прислушаться к снегирям. Ведь если эти пташки поют, то значит все будет замечательно. А вот в Египте нет снегирей, зато там есть снег с градом. Зимний шторм Кармель накрыл Ближний Восток, обрушившись на территории сразу же нескольких государств. Пострадал от стихии Египет. Много населенных пунктов покрыты тонким слоем снега. Замело и улицы Древней Александрии. Жители города были очень удивлены, ведь последний раз он покрывался снегом в 2013 году. Снег быстро растаял и подтопил местные улочки. Это немного затруднило движение автотранспорта. Кроме того, в некоторых районах было зафиксировано усиление ветра. В качестве мер предосторожности во многих регионах страны были закрыты морские порты, а также приостановлены занятия в школах. А сейчас давайте вернемся к нам в Хакасии и узнаем прогноз погоды на сегодня. В Черногорске и Устебакане значительная облачность. Днем минус 9, ночью холоднее минус 19. Ветер северо-восточной, осадки не ожидаются. В Сорске днем минус 11, ночью минус 16. Малооблачно, возможен снег. Ветер юго-западного направления. В Беи и Сайнагорске пасмурно, светлый период минус 7. После полуночи градус упадет до минус 11. Северо-восточный ветер, возможен снег. В Белом Яре днем минус 8, ночью холоднее, минус 20, ветер северный. В Аскизе днем минус 6, ночью минус 11, пасмурно. Ветер северо-восточный, возможен снег во второй половине дня. В Таштепи-Ябазе в светлое время суток минус 6, ночью минус 12, малооблачно, ожидается снег. В Шира минус 11 днем, после полуночи 17 градусов мороза, пасмурно, ночью возможен снег. В Баграде и Копьево минус 12 днем, ночью до минус 15, юго-восточный ветер, осадки не ожидаются. В Абакане пасмурно, днем минус 9, после заката градус упадет до минус 22. Ветер северо-восточный, осадки не ожидаются, атмосферное давление повышенное. Ну, погодка у нас становится как-то все более зимней, а вот в Шотландии оттепель. Там власти решили реабилитировать всех осужденных за колдовство в 16-18 веках. А это, между прочим, 3837 человек. Вот это поворот. Как-то они не торопились с решением, сомневались, что ли. Но главное, что справедливости у нас торжествовало. Ох, и смутные тогда времена были все-таки. Ведьма. Ну, что ж... Нет, я не ведьма, это нечестно. Все-таки обсудили оттепель, и сейчас поговорим о ветре. Вот, например, в Зеленоградске порывы ветра не дают людям наслаждаться колесом обозрения. Да уж, тут и красотами полюбуешься, и адреналинчика хапнешь. Сомнительное развлечение. Я бы вот на таком не прокатилась точно. А вот очень несомнительной оказалась идея блогерши Дэми Скипер. В мае прошлого года она предложила обменять простую заколку на что-то более ценное. Этим стали дешевые сережки. И, используя соцсети, она, совершив 28 обменов, дошла до своей первоначальной цели в виде дома. В скором времени она хочет переехать туда с мужем и сделать ремонт. Ой, боже мой! Так, дорогие телезрители, я объявляю флешмоб. У меня есть скрепка. Кто готов обменять ее на что-нибудь более ценное? Ты что, тоже хочешь дом? Ну, а что? Между прочим, это уже не первый случай такого обмена. Ранее, до этого, мужчина красную скрепку обменял на жилплощадь. Ну, удачи. И знаешь что? Я помогу тебе. Я предлагаю обменять твою скрепку вот на эту чудесную открытку с курганами. Ну вот, флешмоб уже запущен. Дорогие телезрители, ну а теперь мы меняем чудесную открыточку на что-нибудь более ценное. Звоните нам в редакцию. Ну, а выйдет из этого что-либо отдельное или все же нет, об этом мы, возможно, узнаем из «Астропрогноза». У овнов будет прекрасная интуиция, которая поможет им принимать правильные решения. Если у тельцов будет на сегодня четкий план, то они смогут успеть все и даже больше. На многие вещи близнецы сегодня просто махнут рукой. Раки, вам сегодня по плечу все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями. Львы, найдите время, чтобы детально спланировать проекты на будущее. У дев проснется талант красноречия, так что сможете завлечь всех своими рассказами. Дружеская компания – вот что так необходимо весам сегодня. Сегодня скорпионы смогут получить предложение, которого долго ждали. Стрельцы, сегодня вы найдете вдохновение в детях, либо своих, либо играющих во дворе. Чем бы ни занималась команда, в которой присутствуют козероги, она будет иметь успех. Водолеи, сегодня кто-то растрогает вас своей историей до слез, но не стоит настолько сильно пропускать ее через себя. Сегодня рыб могут с кем-то познакомить, и им абсолютно не стоит стесняться. Новый год совсем не за горами. И как правильно выбрать фейерверки или, допустим, гирлянды? Вопрос довольно, кажется, странный, но тут есть свои нюансы. У нас сегодня в гостях начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий – Кровец Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, доброе утро. Здравствуйте. Ну что, главный вопрос. У нас есть несколько примеров. Как провести Новый год без последствий, без пожаров, без замыканий и без разбитых окон? Хотел бы обратить внимание граждан на новогоднюю елку. Сейчас очень много украшений продается в наших магазинах. Как правило, что касается электрических гирлянд, они практически все китайского производства. То есть не стоит смотреть на самые дешевые. Да, лучше выбрать подороже и по качеству. Нужно обратить внимание на правду, я так понимаю. Вот у нас есть на столе замечательный пример – дешевый гирлянд. Буквально в прошлом году пользовались гирлянда, все нормально было. В этом году стали разматывать. Не наматывая на елку, решили проверить, работает она, нет. Итого гирлянда замкнула. Кнопочку выбила и оплавилась. А прогорела плата немного? Да, в случае, если бы данная гирлянда была бы на елке, могло быть возгорание, так как елки, что касается настоящих, они вообще пожароопасны. Что касается искусственных, тут надо обратить внимание на материал, из которого изготовлена искусственная елка. По идее, на каждую продукцию должен идти сертификат пожарной безопасности, в котором указывается горючий и негорючий материал и дымообразующий. И как тушить и не сдохнуть, если вы оттуда. Да. И вообще рекомендуется применять материалы с категорией горючести Г1, Г2 и с дымообразующей способностью. Это что значит Г1, Г2? Не горючая, либо трудно горючая. И с дымообразующей способностью Д1, Д2. То есть не образующий дымо и слабо образующий дым. Чтобы даже если случайно человек, даже если специально человек захочет поджать елку, чтобы у него этого ничего не получилось. Также на что хотел обратить внимание граждан, на использование пиротехнических изделий. Вот у вас есть самые простые, это бенгальские огоньки. Они делятся в обычной продаже первый, второй, третий класс опасностей в соответствии с техническим регламентом Евразийского таможенного союза о безопасности пиротехнических изделий. Вот у нас есть два вида. Хлопушки. Хлопушки, они идут с первого класса опасности, как и бенгальские огни. Ну вот смотрите, бенгальские огни разные. Есть маленькие, ну прям совсем для дома для семьи, как говорится. А есть побольше вариантов. Побольше вариантов для вашей безопасности рекомендую все-таки использовать на улице, вне помещения. Так как от бенгальских огней также идут искры, также падают... Кусочки раскаленные. Да, и если... Можно прожечь ковер. Да, это будете использовать на ковре, либо вблизи мебели, то, соответственно, можно прожечь и возможно произойти пожар. И получить неудовольствие, а наоборот расстройство. Да, проблему. Ну, хлопушки у нас, я так понимаю, не пожароопасные. Да, это вот для использования конкретно в помещении. Так, но дёргать мы её не будем, потому что убираться после неё мы не хотим. Так, ну давайте... Фонтаны. Они, как правило, идут второго класса опасности, и это для использования на улице. То есть это у нас здесь... Мы поджигаем фитиль. Фитиль, да. Он догорает до пиротехнического, собственно, начинки и начинает её очень много искры. Да. Соответственно, если это будем делать дома, то может загореться диван, ёлка. Сейчас, как правило, уже все используют натяжные потолки. А это опасно очень сильно. Да, там загорится и тяжёлым последствием. Едем дальше, как говорится. У нас есть... Это третьего класса опасности. Шесть залпов. Да. Её вообще категорически запрещено использовать в помещении. С балконов тоже нельзя. С балкона тоже. Только на улице. Для лиц старше 18 лет. Это, кстати, очень важный момент. И на многих ли пиротехнических изделиях... При использовании пиротехнических изделий на каждом продукте есть инструкция по применению, как применять, на каком безопасном расстоянии от здания либо горючих предметов. Также возрастное ограничение. С 16-18 лет. Нужно ознакомиться с инструкцией перед запуском. Да, перед запуском. Это в первую очередь. Сначала читаем матч-часть, а потом идём радоваться. А потом уже используем. А у нас, как правило, вначале мы сломаем, а потом начинаем искать, почему. Да, и вот очень много проблем бывает, в том числе вот с этими коробочками, с залпами, где вылетают фейерверки. Люди их часто не закрепляют. Первый залп полетел, коробочка упала, полетела в припаркованные машины, в людей, в зрителей, в балконы. Что делать, если вдруг от ваших не очень прямых рук загорелся, допустим, балкон, но залетела туда случайно ракетка новогодняя, что делать? Ну, если конкретно залетела на балкон, и там есть горючие материалы, в результате чего они начали гореть, то, конечно, предпринять меры к тушению пожара этого, но при условии, что если вам ничего не угрожает. А то бывали случаи, что люди начинают тушить пожары и сами получают травмы, и угорают, и от ожогов погибают. А есть ли какая-то статистика, допустим, по годам, стало ли меньше у нас происшествий в ночь с 31 на 1? Стали ли люди более умно подходить к использованию пиротехов? Это в целом, как выразиться, циклический характер такой происходит. В прошлом году люди довольно серьезно отнеслись к этому вопросу, происшествий было меньше. А были случаи, что, вот точно по годам не скажу. Прям волна была, да? Да. Было даже вот с ночь с 31 на 1 на территории республики 4 человека погибли в результате пожара. Жуть какая. Ну, во сколько начинается у спасателей работа 31 декабря? Мы же привыкли, что фейерверки мы идем после речи президента. С самого 31 декабря работа, люди готовятся, как бы... Все в ночь происходит, да? Все начинается после 12, самая напряженная обстановка. То есть до 12 вы тоже сидите спокойно и готовитесь к встрече нового года? А вот после 12 уже люди начинают злоупотреблять алкоголем, начинают в нетрезвом виде пользоваться фейервергом. Ну, естественно, пиротехника в нетрезвом виде пользоваться запрещено категорически, даже бенгальским огоньком маленьким. То есть я правильно понимаю, если вот этот абсолютно с виду безобидный, а бенгальский огонек кинуть в легковоспламеняющиеся предметы, на диван, допустим, может... Даже использовать вблизи елки или со штормом вполне может произойти. Может все закончится не очень хорошо. А во сколько заканчивается День спасателя? То есть, ну, понятно, в полночь, в час ночи еще, скорее всего, происшествия происходят. Вообще, период с 31 декабря по 10 января, на период всех новогодних праздников, мы в полной боевой готовности, 24 часа в сутки дежурим, и у нас усиленный вариант нанесения службы в этот период происходит. То есть прям всех из отпусков или даже не отпускаете в отпускании? Ну, вот в отпусках уже, как правило, начинается, год заканчивается, отпусков уже нет, их уже люди не брали. А новые еще не начались обычно после 10 января, когда горячая пора пройдет. Сергей Сергеевич, скажите еще, на что следует обратить внимание при покупке пиротехники? То есть у нас сейчас в интернете очень много страниц в социальных сетях появилось, что продаем пиротехнику напрямую от производителя, поэтому она дешевле в два раза. На что стоит все-таки смотреть при выставке? В первую очередь на наличие сертификата на данную пиротехническую продукцию. То есть если продавец говорит, что зачем им сертификат, ну красиво же, бахнет красиво, сразу стоит уходить. Да, и это, скорее всего, был контрафакт. Это какой-то левак, и ничему хорошему это не приведет. Как правило, если подходить к вопросу безопасности, то все пиротехнические изделия должны продаваться в специализированных магазинах, в специально отведенных киосках. Вот буквально, наверное, в прошлом году нами пресекались случаи, когда торговля происходила просто на капоте. А, как из багажника, как говорится, подходите и покупаете. Это категорически запрещено, то есть помещение должно быть оборудовано. Там даже, я думаю... Пожаротушение и автоматическая пожарная сигнализация, соответственно, располагаться на... Безопасном расстоянии. Да, от других зданий, в случае чего... Мне кажется, у таких продавцов с капота, как говорится, даже сертификат спрашивать как-то неудобно. Вряд ли он у них есть. Только человеку в неловкой ситуации послали. Не исключено. Ну, кстати, вот когда нами пресекались такие случаи, сертификат у людей был. Просто нарушались правила пожарной безопасности при реализации... Именно при реализации, да? ...пертехнических изделий. Что ж, Сергей Сергеевич, спасибо вам большое, что пришли, рассказали, показали. Я желаю вам спокойных новогодних праздников, чтобы как можно меньше ситуации возникало у нас с пертехническими изделиями. Ну и, в принципе, с наступающим Новым годом у нас осталось 9 дней до Нового года. Спасибо. Вас тоже с Новым годом. Желаю для граждан провести благополучно предстоящие новогодние рождественские праздники без происшествий для себя и для своих близких. До свидания. Утро Хакасии продолжается. Впереди много интересного. Не переключайтесь. Новости высоких технологий. В Сингапуре разработали гибкие батареи на основе бумаги. Лист 4 на 4 сантиметра может питать портативный вентилятор в течение 45 минут. И такой аккумулятор не теряет функциональности даже при деформации. А при утилизации в почве он разложится за несколько недель. Вот он, долгожданный прогресс в аккумуляторах. Наконец-то. Ура, дождались. Как думаешь, скоро это в нашу жизнь выйдет? Не знаю, но как минимум это настал чок в нужной сфере. И, возможно, очень-очень скоро мы увидим удивительные изобретения. И раз уж мы начали про науку, то предлагаю продолжить. Выращенные в лаборатории клетки человеческого мозга научили играть в виртуальный пинг-понг. Клетки играли в упрощенную версию для одного пользователя. На обучение у клеток ушло всего 5 минут. И это, кстати, неплохой результат для нескольких клеток. А самую умную нейросеть обучили за 90 секунд. Вау! Вот это вот прям серьезное научное достижение. Ждем, когда эти клетки обучат играть в более сложные игры. Ну а потом, глядишь, будут применять это в каких-то более полезных сферах нашей жизни. Может, и с тобой партийку сыграть. Так, ну что, открытий, мне кажется, на сегодня уже многовато. Давайте узнаем новости из Хакасии. Смотрим свежий дайджест новостей из нашей республики. Лучшие предприниматели республики получили награды за победу в региональном конкурсе. Но участие в нем было подано 84 заявки. В финал вышел 21 конкурсант. Победителями признаны 8 бизнесменов по одному на номинацию. Кроме того, были названы лауреаты и призеры регионального этапа федерального конкурса «100 лучших товаров и услуг России». В столице Хакасии откроют традиционный пункт питания для людей без определенного места жительства. Адрес прежний – улица Промышленная, 25, за торговым центром Саяны. Горячую еду бездомным начнут раздавать с 25 декабря. С 10 часов утра до полудня. Палатку оснастят антисептиками и масками. На территории также установят туалеты, баки для мусора. Некоторые посетители бывают агрессивными, поэтому во время раздачи обедов на месте будет дежурить полиция. Срок работы походной столовой будут определять по погоде. Кроме того, абаканцы могут поделиться с нуждающимися теплыми вещами. Их принимают в Минтруда и соцзащиты по улице Советская, 75. Хакасские легенды оживают в мультипликации. Региональная киностудия «Ветер перемен» готовит первый игровой мультфильм под названием «Саяна путь шамана». Завораживающий микс из древнего фольклора, мистики, фантазии художников и компьютерной анимации. Один день работы – это всего 2-3 секунды мультфильма. А предполагается лента до полутора часов. Команда воплощает идею в жизнь на грант Сибирского молодежного кинофорума. Сейчас заканчивают тизеры и в ближайшие дни представят онлайн-платформам. Хакасской анимацией заинтересовались «Союз мультфильм» и другие студии. В зависимости от переговоров будут делать полнометражный мультфильм или целую серию историй. Дорогой Дед Мороз, подари нам, пожалуйста, пин-коды от всех мобильных телефонов. Мы очень этого хотим. Ну, пожалуйста. Дорогой Дед Мороз, это мы. Ну, есть там кто? Вроде нет никого. А, зря приехали, что ли. Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на финкульт.инфо Новая возможность на финансовом рынке. Теперь можно на одной платформе совершать сделки с разными участниками, не выходя из дома. Банковские вклады, облигации, поевые инвестиционные фонды доступны по всей России через телефон или компьютер ежедневно 24 часа. Как работает новая система? Представьте онлайн-платформу, где банки и другие финансовые организации предлагают свои продукты. И где любой из вас может оформить с ними договор, не посещая офис. Кто обеспечивает высокую надежность системы? Все финансовые платформы находятся под контролем Центрального банка. На сайте Банка России можно проверить, состоит ли платформа в реестре или нет. По закону платформа обеспечивает информационную безопасность всех полученных данных. Сведения о сделках хранятся в регистраторе финансовых транзакций. Выписка из РФТ служит официальным документом, подтверждающим факт сделки. Проверьте сами, как это работает. Зайдите на сайт-агрегатор, где можно сравнить ставки по вкладам в банках. Убедитесь, что сайт подключен к финансовой платформе. Там должен стоять логотип РФТ. Выберите продукт, пройдите идентификацию через госуслуги, подтвердите условия договора, откройте вклад, получите уведомления от РФТ и отслеживайте сделки на портале госуслуг. Теперь, где бы вы ни находились, вы сможете быстро и безопасно приобретать финансовые продукты. Узнайте больше о проекте Marketplace. Ну а теперь время о хорошей истории, но с грустным оттенком. Жил-был пёс, и рос он вместе с коровой, и стали они лучшими друзьями. Но корову продали, и пёсик стал очень грустить. Да так сильно, что хозяин вернул деньги покупателю и вернул корову. Дружба оказалась сильнее денег. Какая прелесть! Друзья снова вместе. А то у пёсика прям такой грустный взгляд был, так жалко его стало. Но главное, что сейчас всё хорошо. А будет ещё лучше, потому что пришло время для нашей любимой рубрики по приколу. Смотрим! Ребята, прикиньте, тут есть радио. 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 Субтитры сделал DimaTorzok